Советская зона оккупации, возникшая после Второй мировой войны в 1949 году, в ответ на провозглашение в западных зонах Федеративной Республики Германии, провозгласила Германскую демократическую республику. ГДР — первое немецкое государство рабочих и крестьян на родине Карла Маркса. Это было очень значимым событием как с пропагандистской точки зрения, так и с точки зрения попытки первовоспитания и создания таких социалистических немцев. Действительно, будет взят курс на создание новой немецкой формации. Возникнут в 1949 году ГДР испытывала огромные проблемы с восстановлением инфраструктуры, с восстановлением экономических связей. Это были тяжелые годы, учитывая, что репарации, которые были гарантированы Советскому Союзу под здамскими протоколами, никто не отменял. Исциалистическая германская демократическая республика выплачивала репарации Советскому Союзу до известного момента. В 1953 году происходит первый кризис в истории ГДР, связанный с восстанием или такой попыткой заявить о своем бедственном положении рабочих. Происходят массовые демонстрации в крупных промышленных центрах ГДР, прежде всего Саксония и Берлин, которые были подавлены с помощью советских танков. Восстание это происходило уже после смерти Сталина летом 1953 года. После этого мы видим, что меняется отношение Советского Союза к ГДР, происходит ряд послаблений, а в том числе меняется и политика непосредственно партийных функционеров ГДР, правящей партией которой была социалистическая единая партия Германия. Она возникла в 1946 году, когда были объединены коммунистическая партия Германия и социалодемократическая партия Германия в советской зоне оккупации, возникает СЕПГ. Она была правящей партией на протяжении всей истории ГДР, возможно за исключением только последних месяцев существования республики. В период 50-х годов шло строительство этого единого социалистического государства. Была проведена реформа, отменявшая региональные деления, все эти земли были ликвидированы, то есть административно-территориальные деления были введены округа. Кризис, который возник в ГДР, другой, так называемый Берлинский кризис, это 1961 год. Именно тогда, в ночь с 12 на 13 августа, на территории восточного Берлина была воздвигнута стена, которая прошла по окружности западного Берлина. Что же являлось причиной строительства стены? Учитывая, что еще совсем недавно руководитель ГДР Ульбрихт говорил, что никогда стена не возникнет, мы ни от кого не собираемся закрываться, а потом неожиданно она возникает. Существует несколько причин возникновения стены. Основная причина связана с экономикой. Очень многие восточно-германские немцы, получив образование и высококвалифицированное образование на территории ГДР, после этого переходили улицу и оказывались в ФРГ. То есть переходили улицу, попадали в западный Берлин, а уже из западного Берлина отправлялись на территорию ФРГ. Суммарно, если посчитать, в период с 1949 по 1961 год, то есть вот этот период, когда не существовало стены, таким образом в ФРГ попало 3,5 миллионов человек, что означало огромные проблемы для экономического развития ГДР, потому что уезжали, как правило, высококвалифицированные, талантливые и мобильные люди, молодые. При этом оставались пенсионеры, потому что социальное обеспечение пенсионеров в ГДР было поставлено очень хорошо. То есть это обременял государственный бюджет. Те, кто должны были работать, уезжал, те, кто не работал, оставались. Денег как-то вот они не появлялись из ниоткуда, требовались какие-то специалисты. Это одна из причин. Вторая причина, конечно, связана с таким идеологической прорехой. Что это за первое счастливое государство рабочих и крестьян на немецкой земле, из которого рабочие крестьяне бегут, которые не хотят здесь оставаться, которые чувствуют дискомфорт, которые чувствуют себя здесь не в состоянии реализоваться и так далее. Идеологически это не выдерживало никакой критики. Это означало, что ФРГ лучше. Это означало, что капиталистическая система более привлекательна для граждан социалистического государства. Мириться с этим правительство ГДР было не намерено. В ночь с 12 до 13 августа возникает стена, которая была построена первое сооружение силами народной армии ГДР. Это было сооружение еще не столь масштабное, каким оно станет к моменту падения стены, то есть к 1989 году. Это были пока только бетонные блоки и колючая проволока, но тем не менее для граждан и Западного Берлина и Восточного Берлина это была неожиданность, когда с утра они увидели город разделенным. При этом столкнулись с определенными проблемами, потому что иногда стена проходила буквально через дом или через улицу. Многие пользовались последними возможностями, последние месяцы, когда перепрыгивали, из окна выпрыгивали на другую сторону, где их ловили западные берлинцы. Существует, например, знаменитая фотография, когда солдат народной армии ГДР как раз во время строительства выбегает из Восточного Берлина в сторону Западного через колючую проволоку. Это разделение сохранилось вплоть до 1989 года. И более того, конечно, это станет символом холодной войны. Это станет такой наглядной реализацией метафоры Черчилля, сказанной им в своей фултонской речи в 1946 году о железном занавесе, который опустился над Европой. Вот этот железный занавес, он может быть даже не железо, он из бетона, но вполне себе занавес, который не дает свободного перемещения гражданам единой нации, какой была Германия. При этом в период с 1961 по 1989 год был убит около 80 человек при попытке бегства из Восточного Берлина в Западный, потому что солдатам и пограничникам был дан приказ стрелять на поражение. При этом будут предприниматься многочисленные попытки преодолеть эту стену под землей, по воздуху, под водой. Будут предприняты различные совершенно способы. Это с помощью дельтапланов, воздушных шаров, с помощью аквалангов, с помощью лопат, которыми копали подкопы под стеной, и с помощью дипломатов, которые вывозили граждан ГДР, ФРГ. Это, конечно, станет меткой для всей последующей истории Германии создание этой стены. И самое примечательное, что стены нет уже более двух десятилетий, но вот этот шрам, который прошел через Берлин, и даже больше того, через всю Германию, он остается до сих пор. Стены нет, а стена представляет сейчас в Берлине себя скорее галерею, на которой изображены многочисленные граффити, посвященные ее падению, или диктатуре с ЕПГ, как это принято говорить в Германии. Но стена живет у многих в голове. В голове убрать стену гораздо сложнее, чем это было в реальности сделать в 1989 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...